В деревне Афанасьево Визняковского района к празднику готовились несколько месяцев. Нарядные платочки даже на снопах, а красочную палатку украшает петух, символ солнца и плодородия. Гостей встречают по русским традициям хлебом с солью. Мир вам и полная чаша. Рада приветствовать вас на гостеприимной Визняковской земле. В событии принимают участие десятки представителей крестьянских хозяйств, области и соседних регионов. Ежегодно на Дне поля они собираются, чтобы обменяться опытом и продемонстрировать свои успехи в отрасли. Все российское, все хорошее. Он даже удивлен. Газ Гойковского автозавода новенький. Таких речи не видел. Ну газовельку ладно. А трактора вот эти, российское. Слава тебе Господи. Все наше. В празднике День поля принял участие заместитель председателя областного парламента Роман Кавинов, родом из Вязников. Поэтому вдвойне был рад впервые побывать на таком событии. День поля – это такое мероприятие, которое у нас в области позиционируется и как праздник, и как очень полезное рабочее мероприятие. И я впервые оказался на таком мероприятии. Я очень рад, что это на территории Вязниковского района, родного для меня происходит. Действительно масштабная площадка. Также Роман Кавинов отметил, что для депутатов важен постоянный диалог с селянами. На таких площадках можно быстро получить обратную связь и более точно определить, какие меры поддержки необходимы аграриям. Обмен опытом, обмен современными технологиями. И мы, власти, тоже имеем возможность напрямую пообщаться с селянами. Ну, скажем так, меры поддержки, которые мы реализуем, более детально сформулировать. Может быть, где-то их по-другому сформатировать. В Вязниковский район приехали производители сельхоз, техники, кормов и семян. Всего более 40 компаний из России и Беларуси. Участники фестиваля смогли напрямую пообщаться с аграриями и предложить им свое оборудование. Цель ее одна – соединить производителя и потребителя. В данном случае сельхозтоваропроизводитель, он работает на земле. И он не всегда может уследить за теми тенденциями развития, которые происходят внутри самой Российской Федерации. В сельском хозяйстве используют не только крупногабаритную технику. Сегодня дроны на вооружении многих хозяйств. С их помощью у аграриев есть информация о состоянии поля каждого растения. А еще беспилотники могут распылять ядохимикаты от вредителей. Мощность генератора 4,5 киловатта. Заряжает он за 12 минут. Мы заменили аккумулятор и дрон запустили в полет. Дальше дело только автоматики. Сотни участников со всей страны, представители аграрного бизнеса, науки и сельхозпроизводители не в кабинетах, а под открытым небом обсудили ключевые вопросы развития российского села. Именно для повышения престижа сельхозпрофессии 16-й год в регионе проводится этот фестиваль. Огромную благодарность высказать Министерству сельского хозяйства. Организация была очень даже хорошей. И сегодня еще многим понравилась компактность размещения. В рамках Дня поля на площадке племенного завода «Пролетарий» состоялся областной конкурс механизаторов. Победил Евгений Бердников, который представляет зал имени Ленина. Это значит, что в следующем году мастерство управления тракторами лучшие специалисты области продемонстрируют в Собинском районе. Ирина Начарова и Анна Коновальчикова.